Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшнее рассмотрение артерии феморалис мы начнем с двух вопросов, которые относятся к первому курсу лакуно-вазору и лакуно-мускулёру. Перед нами фрагмент из атласа Синельникова, изображение, которое демонстрирует половину таза. Вы видите правую тазовую кость и вот какие-то мягкотканные структуры, расположенные выше туберкулиум пубикум и спины лак антериор супериор. Вот эту часть, которую я сейчас подкрашиваю зелёным цветом, мы её можем обозначить как дистальная часть апоневроза мускулёса облигвуса абдомени секстернус. Мы понимаем, что передняя стенка живота образована совокупностью мышц, из которых самая наружная, самая передняя – это облигвус абдомени секстернус. И вот именно её сухожильное растяжение вот здесь, в самой нижней части, перекидывается через спины лак антериор супериор и туберкулиум пубикум. Итак, мы просто это назвали дистальной частью апоневроза. И вот мы видим, я сейчас уберу выделение, что через неё здесь выходит номер 10. Я специально не стал убирать обозначение из атласа сенильникова, чтобы мы лучше могли сориентироваться со структурами. Номер 10 – это фуникулюс сперматикус. Мы понимаем, что это мужской таз. И вот, значит, он вышел из наружного кольца пахового канала. Фуникулюс сперматикус. И видите, на нём здесь также лежит нервная структура. И мы видим здесь мелкие артериальные сосуды, поскольку артерия deferentialis сопровождает ductus deferens. Возвращаемся к нашему обозначению. И теперь вот что обозначено номер 3. Номер 3 – это лигаментум ангвенали. Как объяснить суть формирования паховой связки лигаментум ангвенали? Вот я сейчас её подкрасил красным цветом специально для того, чтобы она была более заметна. Но это та же самая структура мягкотканная. И хочется тем самым подчеркнуть, что это не что иное, как заворачивающаяся внутрь часть вот этого дистального апоневроза. Как он заворачивается туда, мы не можем увидеть. Но вот эту такую желобообразную часть апоневроза мы, собственно, искусственно выделяем как паховая связка лигаментум ангвенали. И тогда всё пространство между вот этой красной линией лигаментум ангвенали и костью, костными структурами, всё, что вот здесь ниже, оно делится на две лакуны – лакуновазорум и лакуномускулёрум. Как и чем делится? Вот это следующая, видите, красная линия, номер два. Я опять только подкрашиваю то, что уже изображено, просто чтобы это бросалось в глаза. Номер два – это аркус или апиктиниус. Аркус или апиктиниус – такая тоже сухожильно-фасциальная структура, которая связана с лигаментум ангвенали, как бы от неё отщепляется. И вот видите, Y-образно одной из этих волокон достигает эминенция или опубика и разделяет тем самым всё пространство на две части – на лакуновазорум и лакуномускулёрум. Вот эта наружная часть, я её специально сейчас подкрашиваю синим цветом, это и есть лакуномускулёрум. Лакуномускулёрум служит для чего? Для того, чтобы из живота, из полости таза на бедро вышла мышца амускулюс или апсоус, вот она обозначена 14-м номером здесь, и вместе с ней нерв, обозначенный номером 13 – нервус фиморалис. Тогда скажите, пожалуйста, если себя контролировать в виде тестовых вопросов, нервус фиморалис попадает на бедро через лакуновазорум или лакуномускулёрум? Ну, естественно, через лакуномускулёрум. А вот все остальные структуры, расположенные более медиально, это как раз лакуна вазорум. Вот я её сейчас подкрашиваю жёлтым цветом, и мы понимаем, что там располагаются сосуды, откуда и такое название. Сосуды и, я написал, ЛУ – лимфатические узлы, но как минимум один узел. Нередко вот этот узел обозначают как лимфоузел Пирогова. Он словно бы затыкает, как пробка горлышка бутылки для анулюс фиморалис – внутреннего отверстия бедренного канала. Вспомним, что здесь бедренные грыжи выходят, да? Но нас сейчас интересуют не грыжи и не лимфатический узел, а сосуды. И что же это за сосуды? Вот мы сейчас с вами смотрим на таз со стороны самой нижней конечности, снизу. И как только появились эти сосуды в лакуновазорум, они получили название бедренных сосудов. Появились в том смысле, что тот же самый сосуд располагается ведь и в области таза, то есть в брюшной полости. Но в брюшной полости он носит иное название. Носит название артерия илиака экстерна и вена илиака экстерна. А здесь мы уже его обозначаем как артерия феморалис, ну и, соответственно, вена феморалис. Смотрите, вот у нас изображено здесь по диаметру, что вена намного крупнее, шире. Знаете, мы это можем прекрасно видеть при современных ультразвуковых исследованиях сосудов, бедра. И, как правило, вена различается с большим, так скажем, трудом. Почему? Стоит небольшого давления, она передавливается. То есть вот эта ее способность, как говорят, подвергаться компрессии, она компримируется. Является отличительной особенностью нормального расположения сосудов. Сегодня в эпоху COVID очень актуально проверять отсутствие тромбоза вен нижних конечностей. Особенно опасны глубокие вены, для которых доступ более такой затрудненный. Но в некоторых ситуациях может тромбироваться и сама бедренная вена вот здесь. Ну и последний вопрос, такой встречный. Из двух сосудов, расположенных в лакуновозорум, бедренной артерии и бедренной вены, какой сосуд располагается латерально? Ну, конечно, правильный ответ тут, что артерия латеральная, а какой сосуд медиально? Ну, вена. Для чего эти, казалось бы, очевидные вопросы задавать себе, когда, вот глядя на картинку, и так понятно? Я хочу напомнить, что сегодня ультразвуковой метод все больше и больше внедряется в ежедневную практику. Без него практически уже никакие серьезные решения диагностические, и уж тем более клинические, не принимаются. И когда вы будете смотреть на экран монитора, там вот так не раскрашено все и не подписано. И нам надо отличить тогда, где артерия, где вена, по каким-то другим критериям. Значит, один из критериев мы с вами упомянули перед этим, что вена спадается, артерия нет. А второе, что вена располагается медиально, а артерия располагается латерально. Это мы с вами отвлеклись ради того, чтобы представить себе, как бедренная артерия появилась. И дальше будем говорить уже именно про бедренную артерию как таковую. И давайте сначала просто все ее ветви вспомним. Значит, есть прежде всего поверхностные ветви. Их три. Они, так скажем, веерообразно идут. Вот самая первая из них, циркумфлексия или суперфициалис, идет в наружную сторону. Затем артерия пигастрика суперфициалис идет в верхнюю сторону. А артерия пуденда экстерна, видите, они во множественном числе указаны, они идут в медиальную сторону. То есть это артерии, которые кровоснабжают мягкие ткани. Но прежде всего подкожно расположенные. Ну и самое главное, это глубокие ветви. И первое, и, пожалуй, самое важное из всех глубоких ветвей артерии феморалис, это артерия профунда феморис или глубокая артерия бедра. Но тоже хотел бы подчеркнуть, что сегодня клиницисты очень часто используют несколько другую терминологию. Просто говорят артерия феморалис суперфициалис и артерия феморалис профунда. Но, как бы, трудно против этого возражать. Оно уже получило широкое распространение. Но с точки зрения анатомии мы все-таки называем, что артерия феморалис та, которая вышла через паховую связку и дальше продолжается. А вот профунда феморис от нее ответвилась. И от профунда феморис в свою очередь отходит артерия циркумфлекса феморис латералис, артерия циркумфлекса феморис медиалис, артерия перфорантес во множенном числе или они нумеруются как перфорантес прима секунда терция и, наконец, тоже среди глубоких ветвей мы назовем артерия геднус десценденс, которая является самостоятельной. Она не отходит от профунда феморис, но относится к глубоким ветвям артерии феморалис. Вот это мы должны держать в памяти, а сейчас постараемся посмотреть, как это все выглядит с использованием разного рода иллюстраций. Вот у меня такая есть картинка, которая из одного польского учебника. Не могу даже сослаться на его автора, поскольку фотографировал это в свое время лет 15 назад на такой плохонький телефон. И у меня не сохранилось тоже изображение обложки, но дальше мне не удавалось найти этот первоисточник. Тем не менее, очень удобное расположение всех сосудов для того, чтобы хорошо представить себе ход их. Давайте взглянем. Вот это артерия илиака экстерна. И как только она нырнула под паховую связку, вот она уже называется артерия феморалис. Тут показано, что она делится на то, что мы называем сегодня поверхностной бедренной артерией в такой клинической практике, а по нашей классической терминологии, это просто артерия феморалис. И от нее отошла вот эта глубокая артерия бедра, артерия феморалис профунда. И вот рядышком с ней я показываю теперь картинку из учебника Гранта по анатомии. Они, видите, очень похожи друг на друга. Их можно сравнивать друг с другом. Но чего, например, здесь в этой картинке из учебника Гранта не хватает? Вот, например, изображение этой лямино-васта-дуктория, в которой начинается гунтеров канал, и артерия феморалис заканчивается. То есть дальше она выйдет уже в подколенную ямку через этот гунтеров канал и потеряется как таковая. А для чего же ее здесь изобразили? И для того, чтобы показать, что артерия генус-десценденс, вот она, выходит из этого гунтерового канала через переднее отверстие в области лямино-васта-дуктория. Ну, а на правой картинке, видите, все те же обозначения достаточно детализированы. А теперь давайте мы их попытаемся отдельно посмотреть и так вот каждую из них представить достаточно подробно. Итак, вот артерия феморалис, так мы ее обозначим аббревиатурно. Она получила такое название, видите, сразу после выхода из-за поддопаховой связки. Эта паховая связка здесь таким голубоватым цветом пересекает ее. И тогда мы начнем с поверхностных ветвей. Вот эта артерия циркумфлекса или суперфициалис наружу отходит. Вот эта артерия эпигастрика суперфициалис вверх отходит. И вот эта артерия пуденда экстерна. Помните, мы когда перечисляли артерии, мы их писали во множественном числе, что пуденда экстерна, они бывают множественными. Вот здесь показано, что артерия пуденда экстерна суперфициалис, а вот эта пеп, артерия пуденда экстерна профунда. Иногда одна ветвь делится на поверхностную глубокую, иногда их сразу две параллельны. Это вот такая вещь менее постоянная. Итак, вот мы три поверхностных веточки увидели. А теперь смотрим, что идет дальше. Артерия профунда феморис. Видите, артерия феморалис дальше отрезана. Мы видим этот как бы отрезанный участок в виде овала. И складывается впечатление, что артерия профунда феморис меньше по диаметру, чем артерия феморалис. Но знаете, как правило, это иллюзия. Артерия профунда феморис имеет почти такой же диаметр, как артерия феморалис. И дальше дает свои ветви. Вот в самом начале, вверху, артерия циркумфлекса феморис медиалис и артерия циркумфлекса феморис латералис. Но не напоминает ли вам это что-то артерия циркумфлекса хумори антериор и пастериор? Правда? Аналогично идут. То есть мы могли бы сказать, что циркумфлекса феморис медиалис является таким аналогом для циркумфлекса хумори пастериор, а циркумфлекса феморис латералис аналогом циркумфлекса хумори антериор. Но тоже интересно, что вот называется циркумфлекса феморис медиалис, а тем не менее она просто началась с медиальной стороны, а потом сразу уходит в латеральную и огибает сзади шейку бедренной кости. Ну и очень интересно, что циркумфлекса феморис латералис, она дает в свою очередь две веточки. Вот я специально увеличил теперь изображение для того, чтобы показать вот эту веточку, обозначенную как RD, рамус десценденс, нисходящую ветку. Смотрите, какая она длинная. Она доходит вплоть до коленного сустава и участвует в формировании рета-артикуляра генус. Вот здесь все это осуществляет такую многократную систему анастомозов. И одна из веточек, которая в этом принимает участие, спускаясь сверху и латерально, это рамус десценденс от артерии циркумфлекса феморис латералис. Ну и, соответственно, есть рамус асценденс. Вот она появилась тут, и ее можно также обозначить на верхней картинке. Она, соответственно, идет в направлении к спине или ака антериор-супериор, и тут кровоснабжает область тазобедренного сустава. Наконец, то, что уже на крупной картинке не изображено, не показано, но мы показываем на левой части, крупным планом изображенной картинки, несколько перфорантов. П1, П2, П3. Три перфоранта. Обычно их три. Но обратите внимание, что ниже третьего перфоранта. Чем заканчивается сама артерия профунда феморис? Она захванчивается веточкой, которой мы обозначим ДП, дистальная часть от артерии профунда феморис. Какая ее особенность? Она тоже играет роль своеобразного перфоранта. То есть, посмотрите, мы дальше не видим эти артерии, поскольку они ушли куда-то за пределы нашего зрения. Куда? Назад. Они располагаются позади бедренной кости. Они проходят насквозь через мягкие ткани, а именно через мускулюс от доктора Магнус и оказываются на задней поверхности бедренной кости. Идем дальше. Теперь давайте перфорантные артерии посмотрим вот на этой картинке. Пусть нас не смущает ее качество. Это я вам источник уже рассказывал. Поэтому 15 лет назад телефоны имели камеры гораздо, так скажем, менее качественные. Но мы здесь понимаем, что изображена бедренная кость, изображена тазовая кость, правая. Ну и, соответственно, мы видим артерию феморалис, которую отсекли. Артерию феморалис я не стану подкрашивать, просто мы ее обозначили. Вот что вот артерия феморалис, она дальше отрезана. Отрезали ее для того, чтобы лучше была видна глубокая артерия бедра. Вот она. Это артерия профунда феморис. Я специально немножко разным цветом эти прямоугольнички разрисовал, чтобы мы различали, что вот профунда феморис, она идет там и является самостоятельным сосудом. И вот от нее отходят три перфоранта. Артерия перфоранс прима, секунда и терция. Они идут как бы параллельно друг к другу. Дальше мы, но красным цветом их не показываем. Там что-то просвечивает, что словно бы через бедренную кость заметно, как они уходят назад. И что же они при этом прободают? Вот они проходят через мускулюс от доктора Магнус. Давайте вспомним, рассмотрим эту мышцу. Помним, что на бедре располагается практически три группы мышц. Передняя, задняя и медиальная. Из медиальной группы мышц это самая крупная мышца. Видите, она берет начало от нижней ветви лунной кости. И вот так крупным треугольником распространяется, прикрепляясь к телу бедренной кости с медиальной стороны. А потом у нее еще очень важная вещь. Есть такая отдельная часть, которая дополнительным сухожилием прикрепляется к медиальному надмышку. И получается, что эта мышца настолько крупная, что ее хорошо видно и спереди, и сзади. Мало того, ее сзади даже лучше видно. И вот непосредственно эту мышцу вблизи от прикрепления к бедренной кости прободают все три перфоранта. И на самом деле обычная ее и вот эта дистальная часть глубокой артерии бедра тоже прободает. У нее есть веточки, и прободающие, и не прободающие. Они уже совсем тонкие, но тоже могут через нее проходить. А вот теперь я вторую часть этой картинки открыл. Здесь на левой части мы видели только ну как бы условно рисунок анатомического изображения. А вот на этой правой части картинки мы видим схему. Давайте сориентируемся сначала, где артерия эфеморалюс. Ну вот она, это толстый массивный сосуд. Тот, который у нас на условно назовем фотографии, был обрезан, да, на рисунке с препарата был обрезан. Для чего нам эта схема? Чтобы понять, как распространяются перфоранты. У них есть определенная закономерность. Собственно, перфоранты нужны для того, чтобы кровоснабжать мышцы задней поверхности бедра. На задней поверхности бедра отсутствуют крупные артерии. И значит, для того, чтобы их кровоснабжать, требуются многочисленные артерии, идущие спереди. Вот эту роль и играют перфоранты. И как их потом на задней поверхности различать? Вот для этого есть такая подсказка. Вот давайте мы сейчас опять подрисуем мускулюс от доктор Магнус. Вот это такая линия структуры, изобразающая как бы в боковом сечении. Если мы тут на доктор Магнус смотрели спереди, то как бы мы рассекли это и смотрим сбоку, с медиальной стороны. И тогда мы понимаем, что перфорантные артерии, они реально прободают. Они проходят через мускулюс от доктора Магнус. Но как они проходят? Ведь на от доктора Магнус лежит еще два других от доктора. Наиболее глубоко, прямо на самой от доктора Магнус, лежит от доктора Бревис. И получается, первый перфорант, смотрите, и второй, они располагаются с обеих сторон от мускулюс от доктора Бревис, сверху и снизу. То есть, реально, первый и второй перфорант, они вот таким вот образом, как правило, располагаются сверху и снизу от короткого от доктора. А еще более поверхностно располагается от доктора Лонгус. И он вот так вот прикрывает собой остальные от доктора. И пока его не отодвинешь и не удалишь, эти от доктора можно не различить, не заметить. И с этой точки зрения, если мы нормально назад возвращаем, то третий перфорант, как правило, он располагается ниже, чем от доктора Лонгус. Первый и второй перфорант располагаются по обеим сторонам от доктора Бревис, а третий перфорант ниже, чем от доктора Лонгус. Вот такая закономерность, которая достаточно, так скажем, наглядная. И при работе с трупом или при визуализации у человека методом УЗИ, но часто помогает разобраться с сосудами. А теперь та же самая картинка сзади. Мы словно бы перевернули изображение. Опять здесь обозначена только большая приводящая мышца, доктор Магнус. Видите, какая она массивная. И здесь хочется подчеркнуть, что вот эти две части сухожильные от доктора Магнус, часть, которая прикрепляется к медиальному надмышку, и часть, которая прикрепляется к бедренной кости, они расходятся, формируя своеобразное отверстие хиатус аддукториус. Это отверстие, хиатус аддукториус, является, скажем так, как воротами в подколенную ямку. Через это отверстие проходят сосуды, которые... Ну, не сосуды, а один сосуд, да, если мы про артерию говорим, да. Это бедренная артерия прошла через это хиатус аддукториус, и с этого момента стала называться артерия поплита. Безусловно, когда я говорил сосуды, то рядом сопровождает и подколенная вена. Ну, как бы для нас сейчас именно достаточно разобраться с сосудами, как таковыми. И, посмотрите, вот получается и сама большая приводящая мышца, и тут еще многочисленные веточки разветвлятся. Это перфоранты, которые будут участвовать в кровоснабжении тех мышц, которые прилежат, ложатся на аддуктор магнус сзади. Это значит, что бицепс, самитинденоз, самимембранозус. Они здесь все будут прикрывать. Давайте теперь более натуралистично это все рассмотрим. Вот это уже картинка из атласа Синельникова. Вы узнаете бедрный треугольник. Напомню, что бедрный треугольник – это пространство ограничено, паховая связка сверху, мускулюс с арториус, с низу и латерально. А здесь, ну, грацелес удалили, но вот мы видим аддуктор лонгус, которая тоже может такого роль ограничителя играть. И, соответственно, смотрите, какие мы здесь можем различить структуру. Давайте сначала с основными мышцами напомним себе, где что. Вот это аддуктор лонгус, да? Аддуктор лонгус лежит достаточно поверхностно, и вот над ней располагается мускулюс пиктиниус. Собственно, поверхностные веточки практически ложатся на эти две мышцы, и мы их тут различаем. Это вот эти две веточки, идущие в медиальную сторону. Это артерия пуден-де экстерне, две, да? Мы говорили, что их бывает несколько. В данном случае две параллельно идущие, да? Артерия циркумфлекса или суперфициалис. Ну и здесь обрезана циркумфлекса, не циркумфлекса, извините, эпигастрика инфериора, вот идущая в восходящем направлении. Вот мы понимаем, что пространство от паховой связки до отхождения артерия профунда феморис совсем небольшое. Это обычно не больше 3-4 сантиметров, в зависимости от роста человека, конституции, некоторых еще факторов. И потом артерия профунда феморис, но как бы прямо назад идет, и оказывается ее основной ствол расположенным глубже и параллельно от артерии феморис. Другая картинка, которая всю нижнюю конечность, всю область бедра с переходом с бедра на максимальный отдел голени, и колено показывает нам, да? И я озагнавил этот слайд, дистальная ветвь бедренной артерии, чтобы мы обратили внимание, что сама бедренная артерия, вот она здесь исчезает, ныряя в гунтеров канал. Вот это лямина васта аддуктория. Почему такое название? Потому что вот это вастус медиалис, а это аддуктор магнус, и это такая сухожильная пластинка, которая их соединяет. И дальше мы бедренную артерию не видим. Она выйдет уже под коленом, под новым названием, как подколенная артерия. Но ее дистальная ветвь, относящаяся к глубокой группе, вот она здесь заметна, это артерия генус десценденс, она выходит прободая, лямина васта аддуктория, и участвует с медиальной стороны, формирование сети коленного сустава. Итак, мы с вами говорили, что сверху для формирования сети коленного сустава спускаются два сосуда, две артерии с медиальной стороны. Артерия генус десценденс, которая является, ну, как бы дистальной, наиболее дистальной ветвью от бедренной артерии. А с той, с латеральной стороны, этого здесь сейчас не видно, но видно, как начинается этот сосуд. Это рамус десценденс, вот он идет, да, который от артерии циркумфлекса femoris lateralis, который тоже доходит с латеральной стороны, там, до колена, и участвует в формировании ретартикуляра генус. Теперь то же самое давайте более крупным планом посмотрим. Я просто увеличил эту картинку. Вот она. И взглянем, как выглядят перфоранты. Вот они, три перфоранта, которые располагаются параллельно друг к другу. и здесь мы видим то, что они реально проходят спереди-назад и теряются, соответственно, изображения, потому что дальше должны располагаться на задней поверхности. И вот на задней поверхности они выглядят подобным образом. То есть они реально здесь появились и служат для кровоснабжения всех мышц, расположенных в задней группе. Тоже этим хотелось бы подчеркнуть одну важную биологическую закономерность, что крупные сосудистые пучки, ну и в первую очередь артерии, вены являются спутницами для них, они располагаются на сгибательных поверхностях суставов. Для тазобедренного сустава какая поверхность сгибательная? Передняя. И поэтому вот мы здесь на задней не видим крупных стволов. Бедренная артерия располагается спереди. А для коленного сустава сгибательной поверхностью является задняя. И вот здесь появилась подколенная артерия. Но массив мышц на задней поверхности бедра, но такой очень существенный, да? Здесь сейчас отсечены бицепс. Вот его место отсечения. Отодвинутый семитендинозус, семембранозус. Это очень такие массивные, существенные мышцы. И все они кровоснабжаются перфорантами для того, чтобы обеспечить полноту воскулиризации. Тоже давайте поднимемся вверх. Просто что себе напомнить основные структурные элементы. Узнаем, что вот это мускулюс исхиадикус. И здесь выходит артерия глюта инфериор. А также есть форамен супрапериформис, где выходит артерия глюта супериор. Безусловно, эти веточки друг с другом встречаются, анастомозируются. Но так или иначе просто нам сейчас это дополнительная возможность их вспомнить. Помимо трех перфорантов, вот этой стрелочкой я хотел еще напомнить, что рамус профундус циркумфлекса фэморис медиалис тоже оказывается здесь. Она тоже выполняет эту роль дополнительную для кровоснабжения задних мышц бедра. Собственно, поэтому и название циркумфлекса фэморис. И соответственно, мы их можем различить как параллельно расположенные друг к другу сосуды. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok